Я гостю Александру Талаконскому, исполняющему обязанности губернатора Казмиярского края, поэтому благодарим его за то, что он любезно согласился ответить на вопросы журналистов. Безусловно, для нас Александр Талаконск не новый человек, но все-таки в этом статусе мы его еще не очень хорошо знаем, поэтому это возможность познакомиться поближе. Поэтому давайте пока мы журналисты с вами корректные и вежливые, и прежде чем задавать свои вопросы, будем представлять свое СМИ и, собственно, себя. И вторая просьба, вопросы формулировать правильно короткие, чтобы дать возможность всем присутствию очень здесь, ну, во всяком случае, большинству из нас задать вопросы. И вопросы все-таки мы понимаем, что человек только приступил к своим обязанностям, поэтому давайте будем, наверное, тоже исходить из этого. Поэтому, Виктор Александрович, спасибо большое. Наверное, небольшое вступительное слово, да, в следующий момент, в вопросах. Вступление очень короткое, я очень рад этой возможности. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Вопросы можно задавать любые. Главное, чтобы вы меня, если я увлекусь, в долг смотрите, вы меня лучше останавливаете, чем задающих вопросы. И второй мой день в Красноярске. Как я и в рапорту говорил, начинаю погружаться в проблематику края. Несколько совещаний вчера, несколько встреч будет сегодня. Завтра постараюсь познакомиться подробно с рядом объектов строительства, инфраструктуры краевого центра в Красноярске завтра по городу, по работе, и потом совещание проведем с мэром в Красноярске и по некоторым задачам развития города. Есть уже график на воскресенье. Ну, а в следующей неделе будет уже такая уже очень насыщенная работа. Неделю здесь, в Красноярске, а вероятнее всего, в воскресенье буду в Новинске. В воскресенье, в понедельник буду там уже на северах. Ну, и дальше тоже неделя, которая начинается 2 июня, будет в основном уездной. Постараюсь побывать в разных точках. И в Минусинске, и в Енисейске, и в Назарово. В общем, хочу, чтобы быстрее это подружение и знакомство состоялось. Но, не знаю, то, что я еще не очень владею, там многими вопросами и проблемами, тем не менее, в любом вопросе есть уже какое-то там предложение, какой-то акцент на какую-то проблематику. Поэтому не стесняйтесь задавать любые вопросы. Если где-то я смогу сразу выразить какую-то позицию или конкретные наши действия по того или иной ситуации, я обязательно возьму это на проработку и через очень короткое время вам специально об этом скажу. Надеюсь, что у нас встречи будут частыми, регулярными, событий будет много. У нас очень много средств массовой информации, и трудных, и печатных, и интернет-ресурсов. Поэтому я думаю, что мы с вами будем активно взаимодействовать, часто встречаться. И я уже говорил, и еще раз, чтобы подчеркнуть, я всегда стараюсь быть открытым в своей работе и в своей жизни. Пожалуйста, кто у нас первый вопрос? Принято, пожалуйста. Сергей Ким, 7 канал, программа «Живые мысли». Вопрос преемственности, который нас, в общем, и меня в частности волнует. Понятно, что большая часть дел, проблем перейдет через ту команду, которая остается через правительство и все. Мне интересуют личные ваши взаимоотношения. Мы успели ли вы встретиться с Львом Владимировичем. И будет ли, на ваш взгляд, по вашим договоренностям, я уверен, что у вас как контакты личные уже были, какой-то список, ну не про три пакета, я думаю, но все-таки список, который держал на личном контроле Львом Владимирович и передает вам, ну, как просьбу, как пожелание. Вот будут ли какие-то такие в этом направлении связи. Вопрос преемственности. Ну, встреча с Львом Владимировичем будет сегодня. И, думаю, достаточно продолжительная будет. Буквально вот после нашего с вами разговора будет с ним встреча. Не думаю, что это будут какие-то там пакеты, как вы выразились. Но мне интересно его и видение, и те уже заделы, которые сделаны по очень многим направлениям. Притом, ну, я хорошо понимаю, потому что в такой роли много работал. Есть некоторые вопросы, некоторые формирующиеся решения, которые, ну, подробно знает только первый руководитель. Конечно, мне очень там много помогают сейчас и председатель правительства, и члены правительства, и руководители администрации, и сотрудники аппарата. И я в это первое время в основном с ними, там, от них впитываю там информацию. Но наверняка есть некоторые аспекты, есть некоторые нюансы, которые точнее всех знает Льв Владимирович. Мне очень интересно вот его видение, его какие-то наработки. Тем более, что, ну, есть очень такие масштабные, ответственные программы, где времени на такое новое осмысление уже, в принципе, нет. Мы должны, не теряя темпы, очень энергично в этих направлениях работать. Дальше, конечно, наверное, ну, как у любого руководителя высокого уровня, есть какие-то уже, ну, обязательства, какие-то уже принятые решения, но по времени не реализованные, которые тоже я постараюсь максимально рассмотреть. И если это не, там, ну, как, противоречит, как-то уж принципиально моим каким-то позициям, то постараюсь все-все сделать, что губернатору принято, но по времени, так как решения эти принимались быстро, мы к ним не были заранее готовы, поэтому какие-то решения, принятые губернатором Кузнецовым, мы должны продолжить реализовать, и об этом тоже, наверное, мы поговорим. Ну, и еще одну позицию хочу выразить. Несмотря на то, что по всем основным направлениям работы есть какие-то программы, есть какое-то видение, все равно я знакомый с ними, конечно, какие-то коррективы уже, ну, там, стараюсь вносить. Пока это может быть еще в проработке, что-то я поручил уже на первых совещаниях, вот надо обратить внимание на это, но я не исключаю того, что по некоторым, в общем, утвержденным и принятым решениям, какие-то изменения, какие-то обновления, какие-то корректировки возможны, и это не будет и не должно говорить о том, что преемственности не будет. Преемственность будет, но у меня есть свои позиции, есть свой опыт, есть свои принципы, если хотите, которые должны быть реализованы во всех тех направлениях работы, которыми мы сейчас занимаемся. Спасибо. Дмитрий Полушев, интернет-газета «Краслюз». Виктор Александрович, какие первые шаги в кадровой политике вы собираетесь сделать, как бы из вашей команды, если пресса, переведет Красноярский край на работу, и когда? Ну, никаких таких решений не принималось и не собираюсь сейчас принимать. Я уже говорил, еще раз могу подчеркнуть, что в крае опытная и в основном молодая очень команда управленцев. Не могу сейчас утверждать, что я всех знаю и всех хорошо чувствую в работе, тут требуется время, но как раз, в общем-то, сейчас возможно и почувствовать друг друга, они ко мне присмотрятся, я проверю в деле уже не какие-то внешние впечатления, а уже в серьезной работе. Может быть, какие-то там точечные обновления возможны. Притом, не только и не столько, может, по моей инициативе, может быть, у кого-то будут из членов правительства, из команды, у вас какие-то другие планы на будущее. Ну, не скрою, проработав всю жизнь на Новосибирске, конечно, очень многие люди ко мне перед отъездом за день-то два приходили и говорили, что готовы со мной и дальше работать, если потребуется. Но это все опытные люди, у них есть свое дело, поэтому пока я их всем поблагодарил, и никаких наборов кадров из Новосибирска или из каких-то других регионов пока не предполагаю, и более-то уверен, что даже если какие-то, не зависит от меня причины, там, с формируются или образуются какие-то вакансии, то думаю, что в Красноярске есть очень много способных, талантливых людей. Я ведь, приезжая в ваш город, работал и встречался не только с руководителями правительства, администрацией, с чиновниками, я встречался с молодыми предпринимателями, с учениками, с преподавателями. Я видел очень много энергичных людей, которые сейчас не связаны ни с какими органами власти, у вас сильные университеты, у вас сильные управленческие школы, поэтому я думаю, что, как я всегда в Новосибирске формировал команду исключительно из местных кадров, я не помню за все мои, там, уже, там, наверное, более чем 30-летнюю работу, там, чиновникам, чтобы я приглашал, там, откуда-то со стороны, и, думаю, так же буду действовать и здесь, в Красноярске. Спасибо. Ну, безусловно, это задача постоянная. Задача, которая действительно требует очень серьезных усилий и внимания. Взаимодействие с федеральными ведомствами, с федеральным правительством должно быть очень плотным и максимально конструктивным. Вчера на представлении, когда я знакомился с работниками администрации, правительства, с депутатами законодательного собрания, я говорил, что у нас есть целый ряд сложных проблем и задач, которые требуют решения на федеральном уровне. Но для этого требуется очень основательная готовка и обновление некоторых наших собственных документов. Да, мы будем обращаться к правительству России, к министерству финансов по некоторым вопросам совершенствования наших межбюджетных отношений и нашей поддержки в усилении сбалансированности и преодолении дефицита бюджета. Но предварительно мы очень основательно усилим план действий по сбалансированности, который принято правительством в конце декабря, правительством края имею в виду. Что-то я предложу добавить в этот план действий, чтобы мы могли не просто в правительстве назначить проблему, а мы должны предложить решение, притом исходя из правильного понимания всей ситуации и из понимания того, что и в федеральном бюджете сегодня больших запасов нет, чтобы легко можно было помочь регионам. Но помощь будет оказываться, потому что это необходимо нам для дальнейшего роста экономики и налогового потенциала. Мы регион, в котором очень много инвестиционных возможностей, в котором будет очень много создаваться новых производственных мощностей. Для этого нам нужна качественная инфраструктура, которая в основном лежит на региональной власти. И нам нужна эффективная социальная политика, чтобы был очень качественный кадровый потенциал, чтобы население края прирастало. Тогда инвесторы будут еще активнее работать на нашей территории. Комсомольская правда, Татьяна Бантиша, очень трудно пробиться в прямом смысле. Поскольку у нас сегодня такая первая встреча, можно назвать конференцию о знакомствах, поэтому я хочу вам задать пару вопросов из известного опросника Марселя Труста. Что такое по-вашему крайне бедственное положение и какие ваши любимые литературные героини? Ну, может быть, не совсем в этих категориях скажу, но для меня это самая тяжелая ситуация, когда я один, когда я не чувствую плечо товарища, когда я вне какой-то команды, когда нет рядом близких. Мне очень важно вот это чувство плеча, чувство командности и коллективизма. Вот когда в какой-то ситуации формируется состояние одиночества, мне очень-очень сложно, очень трудно. Что касается любимых героев, то тут тоже я, наверное, ни в чем не могу быть оригинальным. На разных этапах жизни это разные были люди, но это, как правило, люди поступка, люди высоких принципов, люди, которые не предают, люди, которые преданы своему делу. Вот такие качества, они всегда... Ну, в детстве это были мушкетеры, там и герой Дюма, там в каком-то там юном возрасте это были геройко-ученые. Я вот часто когда с молодыми людьми встречаюсь, особенно там, кто занимается наукой, инновациями, там хорошее образование получаете. Я все советую посмотреть фильм «Моей молодости, 9-9-1 года» со Смоктуновским, с Баталовым, с Лавровой, когда рассказывалось о подвиге молодых ученых. Моя юность пришла, когда осваивался космос, делались открытия в науке. В наше время никто не мечтал быть ни бизнесменом, ни чиновником, мы хотели быть учеными, хотели открывать, хотели там... Вот как те герои фильма «9-9-1 года» вот... гермоядерную реакцию почувствовать, открыть. Вот такие книги любил читать. И сейчас возвращаюсь часто тоже, в общем-то, когда... Ладно, как-то подпитаться энергией тоже, как правило, читаю уже знакомые книги или смотрю знакомые фильмы. И хотя сейчас время для этого не так много, но... Без книги не могу, и... Это, думаю, тоже вот так, для всех нормальных людей. Виктор Александрович, Вы говорите о героях, о любимой героине литературной. Какие героини? Женщины? Женщины? Это сложнее. У меня врасплох застаёте. У вас с тех вопросов, может быть, когда вы подумаете и потом ответите на основе правде? Нет, обычно я думаю, что это мой касс, я принимаю, что уже в этой программе. Хозяйственное управление, что тут это... Нет, я сейчас постараюсь как-то так сконцентрироваться. Ну... Просто что сейчас на ум пришло, это вот не совсем литературный, но... Мне нравится героине фильма «Москва слезам не верить». Вот... Ну... 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 Тоже вот... Женщина всегда привлекает вот эта верность, способность отдавать свои душевные силы близким людям. Я всегда подчёркиваю, что, мне кажется, для нашего времени очень важно, чтобы женщина себя и в профессии реализовала максимально, и чтобы у неё был уютный дом, дружная семья, чтобы это дополняло друг друга. Я тут не очень, но... Принимаю крайние позиции. Вот так вот... Я себя посвятил вот только работе, и вот так там, как-то там, не до синил мне там. Вот... И иногда кто-то говорит, ну, нет, вот эта работа не для меня, вот у меня, главное, там, муж, дети, внуки. Я думаю, что современная женщина настолько сильна, настолько талантлива, что она может это всё очень органично совмещать. И самое главное, что всегда должна быть женщина, это ощущение любви и счастья. Вот, если женщина чувствует в себе любовь и счастье, то она прекрасна, она всегда будет нужна всем. И мужчинам, и детям, и внукам, и всем, всем, всем. Спасибо. Спасибо. Давайте телевизионным журналистам дадим возможность спросить. Вот это вот. Виктор Александрович, вернусь к политике. Прочитал, что некоторые эксперты говорят, что ваше назначение на должность ИО, пока, нашего губернатора, говорит о некой ссылке, и вроде как в отместку за наказание, что вы поддерживали на выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Вот вы можете это прокомментировать, такие версии? Могу. Ну, вы знаете... Простите, не представился телекомпания ТВК, Алексей Белареев. Я уже тоже говорил, может быть, повторюсь. Для меня неожиданным было приглашение поработать с полпредом. Совершенно неожиданным. Я даже там долго отказывался. Я понимал, что это не совсем подходящая по моему характеру работа. Для меня очень важна максимальная интенсивность, максимальная конкретика во всем. Ощущение своей необходимости в решении самых разных проблем, задач. Но в то время, это был 2010 год, тогда президент Анатольевич Медведев был, и у меня с ним разговор был. Ну, было такое направление или такое политическое представление, что нужно очень основательно повысить качество управления во всех регионах. То есть, если изначально наступок предства создавался как максимально политический, контрольный, кадровый институт, то здесь вот пошло обновление задач. Значит, только на эту работу хлопонило. Там Геннадьевич пришел буквально за год до меня. Еще намечались некоторые обновления. И вот, ну, как-то меня убедили, что это надо решение принять. И я действительно не жалею об этом. Я с огромным интересом знакомился с 12 регионами Сибирского округа. Во всех регионах много бывал. Везде чувствовал какой-то особый опыт, впитывал этот опыт, что-то старался передать из своего опыта. Потому что я до этого проработал 6 лет мэром и 11 лет губернатором. Поэтому мне было легко. Я разговаривал с руководителями регионов, я думаю, на одном языке. У нас были очень хорошие конструктивные отношения. Но, тем не менее, после выборов президента Путина у меня с ним состоялся разговор. Я все-таки довел до него свое состояние, свое желание поработать в регионах. И такой, что ли, основательный разговор на эту тему последний был 1 сентября прошлого года, когда президент прилетал в Кузбасс. То есть там еще про выборов мэра Новосибирского оберечья никакой не было. Мы тогда с ним говорили. Месяца там 3-4 тоже еще до выборов мэра. Было предложение в один очень крупный регион, но он был вне Сибири. И я как-то объяснил, что мне все-таки очень важно, чтобы были какие-то связи с регионом. Чтобы все-таки я немножко чувствовал этот регион. Чтобы в регионе были люди, которым я знаком и мне были знакомы. А тут был такой регион, но никогда там не было никаких связей, контактов. Поэтому это такая уже, ну что ли, давно формировавшаяся задача. И я благодарен президенту России за доверие. Никаких тут претензий к нам по этим выборам не было. Я говорил задолго до выбора, когда эта конструкция формировалась. Что она формируется действующим в то время губернатором Новосибирской области. Не совсем правильно, не адекватно ситуации. Я считаю, что ее создали те руководители, которые принимали решение. Я изначально был против этой конструкции. Это мнение было известно и в Новосибирске, и в администрации президента. И я, как полномыший представитель, поверьте, ни в каких выборах не участвовал. Я не кандидатов поддерживал, я поддерживал соблюдение законности. И порядка там, моя функция, как полпреда, совершенно иная. Ну и в продолжение вопроса. На выборах, предстоящих в сентябре, наверняка все равно местные политики будут обыгрывать вот этот образ. Наши и варяги. Ну я, простите, так буду говорить, образно. Как вы будете ему противостоять? И есть ли какой-то метод, так скажем? Ну, я тоже уже говорил. Ну, во-первых, я думаю, что есть серьезное объединяющее в характере, в понимании проблемы. Если хотите по этой внутренней энергетике, вообще у людей, живущих в Сибири. И здесь наша ментальность Новосибирска, Слоярск вряд ли отличается. Мы похожие регионы, у нас есть, конечно, там существенные отличия, в Северский край это огромный масштаб. Но все-таки я, во всяком случае, не чувствую себя, что я приехал в какое-то вот чужое, незнакомое место. Я чувствую себя здесь достаточно свободно и комфортно. Второе, мне кажется, что свой-чужой определяется некоторыми другими принципами, чем того, где ты до этого работал. Конечно, могут быть вообще сомнения, если бы у меня там, ну, были какие-то там бизнес-интересы, если бы у меня были там какие-то обстоятельства, которые меня отвлекали бы все время от работы здесь. Я уже говорил, ничего такого нет. Я все свои силы, всю свою энергию концентрирую сейчас только на эту работу. Меня поддержали мои близкие. Я думаю, что в самое ближайшее время приедет супруга. Она просто так вот, по преду казалось, быстрее передать дела. А вот ей, врачу, ученому это несколько сложнее. Там много намечено конференций, там какие-то мероприятия. Но думаю, что это вопрос буквально там двух-трех недель. Думаю, что и дочь, и сын тоже, в общем, готовы к тому, чтобы связать свою жизнь и судьбу с Красноярским, с Красноярским краем. И вот когда все дети и внуки, кстати, вот я сегодня мелком смотрел обзор так, и многие сказали, что у меня три внука, у меня четыре внука. Четыре внука, все мальчики, старшему 18 внук, а младшему 2 года. Вот, так вот, они все провожали, дети и внуки. И самый маленький, двухлетний, вообще подумал, что это вот летит, что со мной в этот самолет идет старший, который заканчивает первый курс, именно там в аэропорту спросил меня, есть ли красноярский там юридический факультет. Я сказал, что здесь замечательный федеральный университет, очень сильный. Внук, который девятый класс заканчивает, уже устал учиться, говорит, я уже сейчас могу поехать, уже год заканчивается. Ну, пока не все там, но, в принципе, я уверен, что близкие будут тоже здесь рядом со мной, и вся моя жизнь, все мои силы будут в красноярском крае. Спасибо. Давайте, кто еще не задавал. НДС новости. Секундочку, НДС новости, Антон Панарин. Виктор Александрович, в интервью новосибирским коллегам вы рассказывали о проблемах Новосибирска еще в статусе полпреда. И говорили о том, что метро в Новосибирске дальнейшее строительство, возможно, не решит проблем транспорта. И настаивали на строительстве развязок, говоря о темпах, что для Новосибирска 20-30 миллиардов. Вот вопрос применительно Красноярск. Можно ли ожидать на такие темпы финансовых положений в нашу регионную инфраструктуру в ближайшие годы? И по поводу метро, то есть решит ли метро проблему пробок в Красноярске или же развязки? Знаете, конечно, для любого крупного города метро нужно и тут совершенно неправильно говорить, дискутировать нужно или не нужно. Конечно нужно. И поверьте, даже вот за эти полных два дня я уже ощущаю, что может в Красноярске оно еще нужнее, потому что здесь узкие улицы. И хоть я сегодня выиграл спортом у водителя, я лучше считал, сколько потребуется времени доехать на работу. И у меня был более оптимистичный прогноз. Они говорили час, я говорил 35 минут, доехали за 30. Вот поэтому, ну я все равно чувствую, что здесь транспортной инфраструктуры не хватает. Так это еще лето, весна, еще будет холодная зима. Но понимаете, вся история метростроения в России, это всегда была централизованная общегосударственная, общефедеральная программа финансирования. Задача города была набрать население и вот доказать свое вот это право. Новосибирск это проходил в 60-х годах. Миллионы жителей в Новосибирске появилось в 61-м году. Уже в конце 60-х группа проектировщиков уже рисовала, мечтала, а уже с начала 70-х уже были официальные обращения всех органов власти, правительства Советского Союза. То есть это была программа не Российской Федерации, а программа Союза. И принималось это решение на заседании правительства под председательством Алексея Николаевича Косыгина. И тогда это решение было принято. То, что было построено, что мы называли, в первую очередь, с 79-го по 85-й год, это основное метро, которое забрало основной пассажиропоток. Ну, кто Новосибирск знает, это все по Красному проспекту, с переходом на другой берег, ну и потом подсоединение вокзала железнодорожного. Вот эта часть метро была построена практически полностью за федеральный бюджет. Задача региона и города была только обеспечить условия для работы строителей, подрядчиков. Ну, немножко требовали квартир, там в очень ограниченном количестве, там, ну, создать условия, там, привозить на работу, отвозить. Немножко вкладывал город вынос коммуникаций. И то даже перекладка водопровода в теплости, это было все в смете самого метро, оплачивалось все в федеральный бюджет. И мы построили. Сразу там 13, там, чем-то километров, там, 10 станций и забрали весь пассажиропоток. Потом в рыночное уже время наступил период, когда федеральный центр принял принцип 50 на 50. Притом дал региону такую заманчивую, сказал, сколько вы поставите, столько мы поставим автоматически. Не вы под нас подстраиваете, но мы под вас подстроим. Конечно, было заманчиво получить деньги, мы напрягали свой бюджет, но мы ставили деньги, но все-таки половину мы получали. Хотя все время спорили с правительством, пытались перейти там на 20 на 80, там, уменьшить свою долю. Но это было 50 на 50, так мы построили еще два перехода, две станции, хотя это уже было для бюджета региона, там, на один станцию, один перегон, это стоило тогда 3,5-4 миллиарда рублей мы вкладывали. И свой бюджет, это, конечно, большие средства, это можно построить, было очень много транспорта. Но потом в Государственной Думе преобладала точка зрения, что для всех городов проблема транспорта есть, почему это только там большим миллионникам, как проблему решать в городе, где 600 тысяч, 700 тысяч, пусть там не будет метро, но там нужна помощь в автобусах, трамваях, там где-то еще. И действительно принято решение было, что больше федеральной поддержки метро не получает. Но и это было бы еще ничего, если бы не был такой высокий темп автомобилизации. Одновременно с этим процессом уменьшения финансирования с федерального центра каждый город получил огромную прибавку транспорта. И когда надо тратить свои деньги, я говорю, сейчас уже переход там со станции стоит уже 5-6 миллиардов, надо считать. Да, можно построить один перегон и почти ничего не изменит раз, машины не уменьшатся, машины застрянут в пробках. Поэтому сейчас я чаще говорю, что эффективнее построить на эти средства развязки, уйти от множества светофоров на двухуровных пересечениях, где-то уйти от левых поворотов, сделать круговые движения, исключить пешеходные переходы, сделать наземные или подземные коммуникации переходы. То есть сегодня немножко другая становится вообще инфраструктурно-транспортная политика и каждый регион должен посчитать. Поэтому я думаю, что мы не откажемся от этой идеи и задачи, но мы будем доказывать, что эти города с миллионным населением должны иметь объективно определенный приоритет со стороны федерального финансирования, чтобы все-таки метростроение было федеральной программой, пусть с софинансированием, чтобы можно было. Одновременно нужно искать и какие-то альтернативы. Вот мне трудно сейчас говорить про Красноярску, еще не очень его пространственно представляю, но вот в Новосибирске я, например, смотрел идею скоростного рельсового транспорта, транспорта, притом без особого строительства, там есть уже для производства геолитических, для нас проблема центра Новосибирска, Академгородок, это 30 километров и аэропорт. Вот тут можно воспользоваться существующими линиями, только убрать переезды, закрыть линию, но это уже на два порядка дешевле, чем это строить под землю. То есть такие способы есть, где-то выделяется наземная линия и какой-то скоростной рельсовый транспорт по самому напряженному маршруту работать. Очень важное для Красноярска дело это строительство нового моста через Енисей, наверное, завтра на объезде посмотрю, и там думаю, что уже там в ближайшее время, в следующем году, наверное, уже можно там завершать, сдавать. Это изменит ситуацию, ну и вообще вот завтра в мэрии намереваюсь поставить, не акцентировать внимание специально на вопросе транспортных развязок, и чтобы эта ситуация была улучшалась. Там девушка меня спрашивала про детей, чем дети занимаются. У меня дочь и сын, они взрослые уже, потому что я рано женился. Мы уже с супругой вместе 42 года. По образованию они врачи. Как у нас внуки пока учились говорить, все они так примерно говорили, когда их спрашивают, там, кто у тебя, папа, мама, там, врач, 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 кому надоедало, они били. Все врачи один деда, мэр. И вроде, да, в семье не без урода вроде, вот так вот примерно. Поэтому дочь сейчас с ребенком, вот еще там не вышла из отпуска. До этого работала заведующей отделением в областной больнице. Врач-терапевт, хороший врач, и у нее очень много людей, кто консультируется, звонят. Она всех там, говорит, там, у нас 001 по телефону, там, и жена, и дочь, они вот по телефону всех консультируют, всех лечат. Значит, сын тоже закончил медицинский, потом экономический вуз, работал в областной больнице какое-то время, потом в фонде медицинского страхования. Последние годы занимается клубом по мини-футболу. Новосибирская команда сибиряк. Создавали ее с нуля, вот он, возглавляя типа попечительского совета, занимается там детской школой, там, сейчас надо строить зал, занимается спортивным клубом. Ну, вот, жена, врач, там, доктор намка, она всю жизнь проработала в медицинском университете, по-моему, года два ушла из университета, была заведующей кафедрой. Вот, и сейчас возглавляет общественную одну организацию, называет институт человека, занимается там образовательными, просветительными программами, и одновременно является научным руководителем института общей врачебной практики, где ведут переподготовку врачей, для подготовки семейных врачей, чтобы, ну, по-современному ставить медицинское образование. Ну, вот, в последние полтора-два года, там, на четверть, ставьте, по-моему, в Томском, еще в медицинском университете, иногда уезжала в Томск, там, на два-три дня, и, там, была некоторые занятия в Томском медицинском университете. Мама, врач, мама, маме 87 лет, мама на пенсии, ну, была врачом. Значит, позвонил мне небезвестный вам Челноков Андрей, значит, так, сказал большое спасибо, что красно-новосибирцам вернули помещение Союза журналистов с вашей помощью и с помощью городецкого. Так что, они были, по сути дела, ну, на улице собирали взносы, а в новосибирской организации 350 человек, чем журналистов. Так, можно передать большой привет. Ну, не это. Значит, вот, Красноярск необычный совершенно, я знаю, поскольку я представляю Сибирский федеральный округ, по сути дела, все регионы, где какая экономика. Красноярск необычный регион. Так, здесь, например, если в Кемеровской области губернатор заключает со всеми собственниками какой-то договор на следующий год, дальше прослеживает, не выполнит, прокуратуру подключает, ну, и так далее. Здесь, в Красноярском крае, этого нет. Поэтому, где-то 80-90% у нас крупные промышленные предприятия зарегистрированы в офшорах. И уходят бешеные деньги, по сути дела, половина, ну, может, не половина, а много в офшорах. Вот, как вы видите, даже такое, как Красноярск, как я, неизвестно, где на Кипре зарегистрированы, так, как вы видите вот эту проблему, можно вообще решить или невозможно? Мне тут говорил, как-то, вы встречались с Кузнецом, говорят, нет закона, нет закона, ну, не может. А как же тогда Кемеровской области он каждый год со всеми заключает договор, я еще раз повторяюсь. Ну, уже решать, ну, после, вот, как вы знаете, проблемы-то? Ну, безусловно, всех нюансов не нужно. Да, еще Виктор Анатольевич, перебил. Значит, гнобил, разозначил, значит, как мог Кузнецов в Красноярске рабочий, так, вот, можете как-то решить, чтобы больше это не продолжалось. Набил Халпоин, как мог, значит, газету про Красноярске рабочий, вот. Не знаю, что только не писали, что только не говорили, значит, ну, пора поставить конец. Вот единственное правило. Спасибо. Ну, не считаю, там, нужно, собственно, комментировать в действиях, решениях ведущих губернаторов, но совершенно точно могу сказать, что это слово, которое вот сейчас коллега сказал, неприменимо будет в нашей работе, со всеми будут ровные, честные отношения. Никогда не позволяя себе обижаться и тем более сводить счет журналистами или с какими-то СМИ. Поэтому думаю, что там, если есть какие-то конкретные проблемы, вопросы, мы их специально рассмотрим и пойдем в какие-то необходимые решения. Что касается работы с крупными компаниями, да, здесь у нас есть проблемы. В большей степени они не с офшорами связаны, а с нововведением в налоговое законодательство так называемой консолидированной группе налогоплательщиков. Мы считаем, что Красноярский край после этого налогового введения, налоговой инновации теряет налога на прибыль порядка 5,5-6 миллиардов рублей в годовом исчислении. Это большие деньги, поэтому и до этого мы вставили этот вопрос, в том числе и я. Вот это проблема Красноярского края, Иркутской области, Томской области частично, Хакасии. И этот вопрос уже сформирован. Я думаю, что правительство России найдет здесь решение. Есть официальное обращение Совета Федерации в правительство по этому же вопросу. Я думаю, что мы эту ситуацию будем поправлять. Я понимаю специфику и сложность взаимодействия с такими компаниями, поэтому буквально в первые же дни будут и встречи, и обсуждения. И поверьте, наши требования будут не менее эффективны, чем в Кузбассе. При этом я думаю, что мы сможем выставить отношения на взаимовыгодных основах. Я всегда за то, чтобы поддерживать любую экономику, любые производства, любые бизнесы в их развитии, в их функционировании. И никогда не говорю, что этот бизнес должен что-то там строить, дороги, развязки. Он должен заниматься эффективно основной производственной деятельности и формировать большой, сильный, эффективный налоговый потенциал. Уже намечены встречи с руководством Норникеля. Буквально, я думаю, что через неделю вместе с Владимиром Олеговичем Потаминым поработаем. Мы какие-то абсурдные ситуации будут в ближайшее время встречи с основным акционером «Русала», с руководством других компаний. Никогда в моей работе не было так, чтобы приходилось обращаться к прокурорам или к кому-то еще. Мы всегда находили адекватные, в соответствии с законом и задачами развития решения. Потому что, главное, все равно интересы совпадают. Не может развиваться нормальный бизнес, если нет нормальной коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры. Успех любого дела определяют люди, определяют человек. Человек, чтобы чувствовал себя нормально, был хорошо мотивирован жить здесь, развиваться здесь, реализовывать себя здесь, нужно иметь хороший бюджет, сильную бюджетную политику, чтобы было качественное образование, качественное здравоохранение, полноценная коммунальная инфраструктура, хорошие возможности для занятия спортом, творчеством. Без этого никакого развития не бывает. Тот этап, когда можно было противопоставлять интересы производства и интересы социума, он прошел. Сейчас уже другой способ производства. Сейчас мы уже все меньше будем зависеть от оборудования, от станков, от машин. Все время будет усиливаться интеллектуальная функция. Новый способ производства – это прямая функция интеллекта, только объединенного в информационных системах, пространствах. Поэтому заниматься качеством жизни выгодно всем участникам процесса развития. И мы найдем здесь взаимопонимание и об этом уверены. Виктор Александрович, новости принимаем, Алексей Кривогордовец. Мы все понимаем, что у вас времени на 5 лет. Озучьте, пожалуйста, какие конфликтно-шаги вы сейчас примете, кроме встречи. Ну, намечено много уже таких, как я называю, рабочих моментов. На следующей неделе я не только там намечу какие-то новые действия, новые решения с отраслевыми министрами, с министерствами. Но и, вероятно, все проведу расширенный губернаторский совет с участием глав всех районов и городов. Мы примем необходимые дополнительные решения и по сбалансированности бюджета. И такие уже подходы мы вчера уже обсуждали с председателем правительства и синистом финансов. В начале недели я проведу совещание по анализу выполнения плана мероприятий по сбалансированности. И там есть уже понимание, что мы добавим, что мы дополним. И рассмотрим, кроме вопросов бюджетной политики на губернаторском совете, строительно-ремонтный сезон этого года, как он начат, как отработаны все объекты, проведены торги и так дальше. Рассмотрим подготовку к зиме, северный завоз, ситуацию в аграрном комплексе. В общем, будет вполне конкретная повестка дня. Это уже совет будет на следующей неделе. Не бывает никаких там совещаний или выездов, тем более на объекты, без каких-то конкретных поручений. Вот завтра будет 4-5 объектов Красноярска. Наверняка будут вполне конкретные поручения. Думаю, что рассмотрю специально такие крупные перспективные программы и проекты. Тоже, по-моему, уже в понедельник или во вторник, может быть, на той неделе проведу совещание штаба по подготовке к универсиаде. Специально там рассмотрю с соответствующими руководителями проект, программу развития аэропорта. Но много уже намечено задачи, хотя всего один день прошел. Поэтому я думаю, что конкретных решений будет много. А вот решите, если можно, на какие вопросы по Красноярску, какие конкретные поручения? Давайте завтрашний день подождем, потому что я буквально уже выходя к вам, мне показали завтрашний день. Я объекты некоторые помню, хотя не все, там их 5 или 6, там мост, транспортная развязка, строительство социального объекта. Будет завтра посадка деревьев, по-моему, онкологического центра. Ну, в общем, уже завтра, я думаю, мы сможем вполне конкретно назвать задачи, которые будут поставлены. И после этого объезда, это часа там, по-моему, в 3, начнется совещание в мэрии. То есть я, проехав по городу, посмотрев, там 6 или 7 объектов, мы потом с руководителями города, ну, подведем некоторые итоги и наметим целый ряд задач. Поэтому думаю, что завтра уже, в конце дня, будет какой-то комментарий по поручениям. Ну, а официально я подпишу, я уже вчера так с секретариатом договорился, что на подготовку поручения будет отводиться не больше недели. То есть мы в течение следующей недели уже получим официальный документ, перечень поручения по тому-то, тому-то, тому-то. Вопрос такой. Вы называли выдвижение свое вероятно, от чего это будет зависеть, соответственно, когда будет приниматься значительное решение. И, соответственно, у вас отключают низкие рейтинги в Красноярском крае, не рассматриваются варианты непартийного выдвижения? Ну, в Красноярском крае закон о выборах не предполагает самовыдвижения. По закону края выдвигать кандидатов могут только политические партии. Ну, на самом деле, рейтинг политической партии весьма подвижен. Он зависит от разных обстоятельств. И я понимаю, что в любом большом городе, в любом большом сложном регионе здесь бывают проблемы. Но мне важно почувствовать настроение красноярцев, которые, кстати, во многом журналисты выражают. Мне важно почувствовать настроение партийного актива. Думаю, что в ближайшее время пройдет заседание полицсовета партии. Поэтому, ну, совершенно считаю неправильным, если бы я сейчас там заявлял о каком-то участии, то это решение должны принять люди. Если люди меня поддержат, если я буду выдвинут общественными организациями партии, то я готов принять участие в выборах. Но решение выдвижения, оно не может быть моим. Это решение принимают люди. Это решение предполагает определенную организационное регламентное оформление. Я могу только сегодня говорить о готовности по-настоящему жить в работе. Спасибо большое. Мы уже в течение часа общаемся. Ну, ничего, ничего, пожалуйста. Нет, нет, есть, 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 пожалуйста. Тут все, кто... Вы уже говорили, что в видеоролик поддерживаются инновационные программы. Наверное, вы слышали неоднократно, что у нас будет вопрос о каких-то, то есть, в принципе, это вполне сложно. Как вы решаетесь вот этому, то есть, будете дальше в дальнейшем принимать решение, то есть, учитывайте мнение людей, не учитываясь. И второй вопрос по реконструкции аэропорта Ульяна у нас. Вы в нем уже побывали, как раз таки, и вот в этот раз, и до этого неоднократно побывали. Как думаете, что он там в дальнейшем следует делать? Ну, тоже я уже, по-моему, говорил, и в том числе и про проекты Рославного завода. Любое развитие экономики, любое развитие производства не может пренебрегать или стратегически долговременно игнорировать интересы общества, интересы граждан. Опять же, тот этап, когда можно было сказать, это надо для страны, а не для людей, это проходит развитие для людей, для человека. И когда все общественное мнение, все общество Красноярска против, когда нет убедительной экспертизы, конечно, я на стороне здесь красноярцев и поддерживал на всех этих этапах те решения, которые красноярские власти принимают. В то же время, я не скажу, что я сторонник бесконечных референдумов, а в общении есть, на то и есть власть, чтобы брать на себя ответственность в принятии тех или иных решений. Но любые решения власти должны быть обществу объяснены. Я совершенно не исключаю, что будут такие ситуации, когда я буду обращаться к вытеленным краям и говорить, что нам надо принять решение, которое сейчас не может вызвать всеобщего понимания одобрения, но оно необходимо для будущих поколений. Задача власти всегда видеть будущее, никогда не жить одним днем, никогда нельзя быть популистом, нельзя только принимать те решения, которые ожидаются в обществе. Но когда ты принимаешь такое решение, которое не очевидно, что обществу нужно объяснить аргументы, нужно быть открытым, нужно выслушать общество и принять ответственное решение. А общество оценит тебя уже во всей совокупности твоих действий. Безусловно, серьезный минус сегодня края и Красноярска, как и краевого центра, слабая инфраструктура аэропорта. Географическое положение Красноярска очень выгодное. Поэтому, конечно, очень многие сегодня процессы, они, ну что ли, если уж не базируются, то зависят от такого внешнего восприятия города. И если инвестор, если гости города, да и сами красноярцы приезжают в не очень удобный, комфортный терминал, не могут получить качественного обслуживания, а мобильность все время растет, мы все время чаще летаем и позднее ламы, в отпуск, конечно, это плохо. Я проходил этот процесс в Новосибирске и в Толмачево, когда я год проработал губернатором, был какой-то инвестиционный проект, приехал инвестор из-за рубежа, пришел ко мне в кабинет и говорит, господин губернатор, я вас, наверное, последний инвестор. Он говорит, да, вы, наверное, как-то по-другому там в самолеты заходите, выходите. А вот вы и пройдите. Я говорю, да нет, я всю жизнь в этом городе, я понимаю, о чем вы говорите. И мне стыдно, что действительно у нас там не было терминала для приема багажа, там, ну, изобразного терминала. Это было очень тяжелое время, еще не были преодолены последствия даже задолженности по зарплатам, но мы из последних сил, я собрал акционеров, в области не было никаких прав на аэропорт, был федеральный государственный пакет и были частные акционеры, но, опять же, это из области, как нужно находить взаимоприемлемые решения. Регион взял на себя строительство короткой дороги, была неудобная дорога с пробками, с заторами и требовало, там, 50 минут, час. Это даже при низком автомобильном потоке. Я сказал, что мы по болоту, по торфяннику построим короткую дорогу, что от центра города будет 15 минут до аэропорта. Это тоже стоило очень больших денег, со мной никто из коллег не соглашался, потому что, ну, все-таки, так же, как и в Красноярске, у нас есть много сельских территорий, все говорят, нужны дороги, районы, села, что у нас там где-то. Мы строили эту дорогу, вот, они строили новый терминал, новое оборудование на перронах, телетрапы, там, ну, то есть, вот, было, за очень короткий период осуществлена достаточно масштабная реконструкция. И одновременно на средства федерального бюджета мы строили вторую полосу, чтобы никогда не зависеть от одной полосы, которую, когда-то надо ремонтировать, строили вторую полосу. Это видели акционеры, это были бюджетные вложения, они вложили свои инвестиции. Поэтому, конечно, обновление инфраструктуры Емельянова – это задача, которая уже должна решаться в этом году. А уже в следующем году надо уже строить, и это было условием, как я понимаю, подготовки к универсиаде. Мы не можем проводить универсиаду без развития этой инфраструктуры. Но это, поверьте, совершенно необходимо для эффективного развития региона. Если вы так поанализируете ситуацию, везде найдете прямую корреляцию. В крупных городах, где лучший аэропорт, более интенсивно шел инвестиционный процесс и еще процесс развития. Те регионы, где по каким-то причинам искусственным там отложили, отстали в этом развитии, там всегда есть ограничения, есть обстоятельства, сдерживающие этот процесс. Телекомпания ТВК, Захарки Семенов. Ни для кого не секрет, что вы любите петь и часто это делаете. Может быть, есть у вас какие-то любимые песни? И может быть, вот у нас день города скоро? Ну, это из области легенд. Совершенно неправильно сказать, что я умею и люблю петь. Нет, я даже вот там некоторые напевают, когда там бреются, там говорят, что я не напеваю. Не больно. Но это я вам тоже много раз повторюсь. Это вышло совершенно случайно. Но есть такие случайности, которые превращаются в какую-то очень сложную систему, которая даже в чем-то меняет образ человека. Я где-то лет, наверное, там, уже 13-14 назад, выходной день, субботний вечер, пешком шел с работы домой. Из администрации области шел домой. И путь проходит, ну, кто тоже знает, там Смитский, Ерцентый город, у нас небольшой Первомайский сквер. Там небольшой фонтан старинный, там небольшой реки, такой чисто городской сквер. Это не парк, там нет ни аттракционов, ничего. Там только немножко зелени, аллеи, там лавочки. Ну, это самый центр города, напротив мэрии. Я иду, слышу, играет духовой оркестр. Еще так порадовался, знаете, как в старых фильмах показывают, теплый летний вечер, люди гуляют, играет духовой оркестр. Там сидит большой военный оркестр. Тоже был период, когда там сокращались округа. У нас в Новосибирске был центр очень многих военных округов, и общевой скорой, и внутренних войск, и много оркестров было. Тут уже шла какая-то там дезорганизация, и какой-то бизнес оплачивал их вот эти выступления, далеко повесил свой это в логотип. Они играли, ну, нормально играет, люди гуляют. Говорят, вот я иду, радуюсь, а мне навстречу две женщины уже достаточно уважаемого возраста подходят и говорят, «Виктор Александрович, нельзя ли заменить военный оркестр на какой-то более современный музыкальный коллектив, ансамбль? Мы знаем, что вас там на комнате много». Я говорю, «А чем вам это не нравится? Духовой оркестр?» Они говорят, «Вы знаете, нам хочется потанцевать». А они марши все играют, мы их тут пытаемся, программу их скорректировать, но они говорят, «У нас все и взгляно, и вроде никаких вам эти танцулик». Я говорю, «Как танцевать?» «Ну, говорит, да так, что будет?» «Мы, говорит, еще, хотим потанцевать». Я говорю, «И сколько вы заберете танцующих?» «Ну, человек сто». А я уже губернатор избранный, мне надо с обществом поддерживать коммуникации. Я думаю, сто человек на улице, а кто-то в стороне пройдет. Думаю, надо попробовать. И я попросил действительно знакомых музыкантов, небольшой ансамбль. Я говорю, «Ну, поиграйте». Ну, надо же какие-то политические дивиденды-то извлечь. Я пришел посмотреть со стороны, там, смотрю, не очень активно это. Музыканты тоже там нет полного понимания, под какую музыку хотят потанцевать. Ну, в общем, конечно, мне пришлось, чтобы как-то немножко процесс активизировать. Взять микрофон и под тетрадку что-то изобразить. Понятно, что это было не пение, это скорее такое организационно-звуковое сопровождение танцев. Но танцевать стали активнее. И вот эти танцы продолжаются там 13-14 лет. Летом в сквере, каждый выходной. Зимой, там, тоже я там договаривался, правда, Дом культуры так несколько высокомерно поступил с этими людьми. Он им дал день для танцев в понедельник. Так, в дневное время, чтобы, говорит, это по свету, говорит, домой разошлись, чтобы так, говорит, себя. Ну, тем не менее, номерков не хватает, некоторые там еще ждут, когда пальто можно там пристроить. Все танцуют. Кто-то пошел любовь там, кто-то там. Ну, это вот сейчас такая традиция города. Я просто, чтобы ее не потерять, ну, я действительно, может быть, там, 3-4 раза в год я прихожу, чтобы и музыканты так в тонусе были, что нельзя разбегаться там, хотя там, ну, и чтобы как-то вот это люди видели. Я всех их уже знаю в лицо, там, после, там, этих танцев, еще минут 20-30 проходит личный прием, они мне там какие-то записочки или там называют танцы, когда надо приехать там разобраться там с коммунальщиками там или с кем-то. Ну, вот. 8 мая открытие сезона. Ну, где-то вот там, там, замороз, как они танцуют. Вот все. Если в Красноярске почувствуем тягу к танцу, ну, будем здесь танцевать. Вы показали, что есть ничего в Красноярске? Очень рад. Я смотрел этот матч с московским «Динамо». И это уникальная победа. Мало кто в нее верил, потому что москвичи вели буквально там за короткое время до завершения. И переломить и сход, и выиграть, и стать чемпионами – это большое достижение. Конечно, важно это поддерживать. Важно, чтобы эффективно работали детские школы. В принципе, хоккей с мячом вполне демократичный вид спорта, доступен для большинства мальчишек. Какие-то на воздухе, какие-то коньки. Поэтому постараюсь в ближайшее время там встретиться с командой, с руководителями. Я, в общем, всячески поддерживаю. Но в Красноярске не только хоккею с мячом, не только рэкби. В Красноярске баскетбол – очень близкий вид спорта. Мужской баскетбол очень неплохого уровня. Ну, может быть, еще какие-то виды спорта. Думаю, что сейчас подготовка спортивной инфраструктуры к Олимпиаде, к универсиаде, конечно, будет очень мощным импульсом дальнейшего развития. Думаю, что пора Красноярску на хоккей-шайбе замотнуться и сделать очень сильную профессиональную команду. Я думаю, что, готовясь к универсиаде, Красноярске, край Красноярск должен стать таким центром здоровья, центром спорта. Это должно быть не просто чемпионы и какие-то соревнования. Это должно быть общим запросом всего населения, что все занимаются спортом, все становятся сильными и здоровыми. Виталий Александрович, выясняется, когда вы очень сильны. Была ли у вас в процессе назначения, в вопросе назначения, если сейчас с президентом готовится ли она в ближайшее время? Ну, я действительно готовлюсь, чтобы такая встреча состоялась. И вероятнее всего, когда мы сейчас подготовим все наши собственные решения по улучшению сбалансированности бюджета, когда будут понятны, какие решения нужно принять на федеральном уровне, вероятнее всего, я попрошу такой встречи, и она может состояться. Виктор Александрович, Алексей Макеев, МК «Красноярская газета». Среди красноярских политологов распространено такое мнение, что ваше назначение – это провал местных элит. Они не смогли между собой договориться, консолидироваться и прочее, поэтому был внешний управляющий назначен. Вы прокомментировали бы подобное мнение, наблюдаете ли Вы какую-то конфликтогенность? И вот второй вопрос, чуть-чуть отчасти отсюда и вытекающий. Как Вы относитесь к институту полупредства губернатора в Красноярском крае? – Ну, я понимаю, что не бывает в большом, сильном регионе, чтобы определенной противоречия, определенной конкуренции, как Вы выразились, внутри элит не было бы совсем. Но сказать, что здесь какая-то сложная ситуация, не могу. Вот я и до этого очень часто встречался, общался и с губернатором, и с его заместителями, и с депутатами ЗАГС собрания, с председателями законодательного собрания, с крупными компаниями, которые работают в крае. Встречался с руководителем предприятия, есть у Вас ассоциация предприятий. И, в принципе, я, во всяком случае, на сегодняшнее мое восприятие состояние я не вижу конфликтности или неготовности, вашим термином «пост усилит», концернироваться, объединиться. Все это есть. То, что было предложено мне, приехать в край, ну, опять же, здесь, ну, это не значит, что какая-то там особая ситуация в Красноярске. Ну, во-первых, все равно я не совсем человек со стороны. И, как полпред, я проработал почти 4 года, 3 года и 8 месяцев. Я 18 раз приезжал за это время в Красноярск, и многие ситуации чувствовал, людей знал, и меня кое-то кто знает. Мне, кстати, после назначения многие руководители позвонили, и ученые туда, и Красноярска. Поэтому второе, ну, опять же, не так часто бывают возможности привлечь в такой работе человека, имеющего уже большой опыт мэра и губернатора. И вот эти 3 года 8 месяцев я ведь тоже не отвлекался ни на один день от проблем региона, проблемы федерации, проблемы региона. Я повседневно занимался тоже многими вопросами, в том числе и края Красноярского. Там и по Норильску было много задач, в том числе и конструкция аэропорта Норильского, и по Красноярску. Даже я успел там поучаствовать в некоторых встречах, когда обсуждалась универсиада там с руководителем Международного спортивного студенческого союза. Я многих бывал. То есть это не должно рассматриваться, в всяком случае глава государства совершенно не формулировал эту ситуацию, не рассматривал ее как противопоставление моим назначением красноярским там велителям, красноярскими руководителям. Я думаю, что наоборот есть какое-то понимание, что человек, который не принадлежит ни к каким группам, должен сейчас максимально консолидировать, объединить общество и мощно рвануть в развитии вперед. Вопросы не задают, что я понимаю, Виктор Александрович нам пообещал, чтобы у него регулярно встречаться. Давайте договоримся на заключительный вопрос с сегодняшней встречи. Пожалуйста. Вопрос такой. Аблиниция разделяет региону Анастравов отменять прямой руководитель. Ну, на самом деле, закон еще, как я понимаю, о втором чтении обсуждается, не прошел еще второе чтение, я больше сторонник выборов. Но как это будет сформулировано в законе, давайте подождем, еще, по-моему, там идет обсуждение. Мне кажется, что должны, как и раньше, в общем-то, используются разные модели. Может быть, для каких-то, в первую очередь, небольших территорий, муниципалитетов можно и выбирать депутатов, и из числа депутатов избирать главного местного самоуправления. В каких-то случаях, я считаю, вполне эффективным механизм прямых выборов. Вот знаете, я еще раз говорю, я проходил много выборов, я избирался мэром, я дважды с прямым голосованием избирался губернатором. Все-таки я не могу не чувствовать, как-то от себя отсечь это ощущение, что когда избирает руководитель населением, это дает ни с чем не сравнимое ощущение ответственности. Безусловно, чувствуешь свою ответственность перед двух президентом России, когда тебя назначают перед коллегами, с кем работаешь, но всеобщие выборы, мне кажется, что не дают больше ощущения ответственности избираемого человека, а одновременно, тем более политическая культура будет все время прирастать, на самом деле дает и чувство сопричастности, соответственности избирателям. Я говорю, что когда идет этот процесс, то должны пробуждаться мощные общественные силы, надо и это сделать, надо и это сделать, я должен тоже принять участие, я голосовал, я поддерживаю, надо быть здесь активнее, не сможет один мэр, один губернатор там изменить ситуацию. Вот я вчера говорил, что безусловно там усиление инвестиционной политики, всяческое там развитие любых производств, одновременно создавать такие условия, чтобы в Красноярске быстрее формировались современные инновационные сферы, не только сырьевые, не только традиционно базовые, как мы говорим, но и совершенно новые, еще малоизвестные сферы и отрасли, чтобы образование, культура были основой конкурентоспособности, не в Ангкорской только нефти, или там никель-медь на севере, а инновационная сила, образовательная сила, культурный потенциал должен выделять Красноярск. Нормализация ситуации с бюджетом, с балансированностью бюджета, тоже безусловно там приоритетная задача, но не менее важная это взаимодействие с обществом, чтобы усилить веру людей в свои силы, в силу своего региона, в понимание того, что развитие это функция общества и власти вместе, что не может быть развития исключительно функции власти, что только общественный потенциал может быть эффективным ресурсом развития. Поэтому, когда процесс выборный построен на таких принципах, я считаю, что он может вот эти все ресурсы мобилизовывать. Спасибо большое, Александр Ильич, за доверительную беседу, за честные ответы. Как Вы нам пообещали, наши встречи будут теперь регулярными. Так что всем, кто не смог сегодня задать свои вопросы. Спасибо Вам.